И снова здравствуйте, дорогие подписчики и гости этого канала. В перерывах между записями видео по обучению рисованию различного оружия, перед этим были видео по рисованию меча, точнее, концепт-арта меча, вот, я решил записать такой небольшой видеоурок по рисованию деревьев, конкретно для платформерной игры, точнее, здесь это больше сайд-скроллер, вот, и на самом деле это просто такой скетч-мокап, вот, то есть это, как видите, еще даже далеко не доработанная версия, вот, версия картинки, я имею в виду. И, собственно, такие вот деревья, ну, нажимайся, так, вот такие вот деревья у нас получатся в итоге, а, в принципе, здесь всего три дерева было нарисовано, остальные они были с помощью такой вот волшебной функции, как марионеточная деформация, а трансформированы, деформированы, вот, и таким образом у нас получился вот такой вот набор спрайтов, практически разных, это и надоело уже, практически разных деревьев. Конечно, где-то можно еще подрисовать, там где-то еще исправить, поправить, добавить цвета, но это все уже мелочи, главное получить основу. И, собственно, о получении такой основы мы и поговорим в этом видео. Так, давайте сейчас закрою предыдущие видео, точнее, проекты предыдущих видео. Это пока тоже можно закрыть. И создам новый слой, точнее, новый документ. Так, разрешение здесь, как видите, большое, я сейчас сделаю поменьше. Так, ну, если у нас игра 1920 на 1080, то, в принципе, больше делать нет смысла. Но, опять же, надеюсь, я не прогадаю, как в предыдущем видео по рисованию меча, где пикселей катастрофически вообще не хватало для детализации. Так, здесь, надеюсь, такого не будет. Просто скопирую сюда фон, чтобы не на белом таком пятне рисовать. Так, я видел, как ты растянулся. Ты меня не обманешь. Вот, шикосики. Значит, снова создаю новый слой. И начинаем. Значит, давайте для начала нарисуем вот такой вот простой ствол, даже без веток, особо без корневой системы, как, например, здесь, и без всяких таких вот сложных элементов. Значит, берем обычную кисточку, можно даже вот простая, круглая. И... Либо вот такого, как бы, для нажима. Точнее, чтобы было чувство к нажиму управления через нажим пера. Вот так. Ну и передача, чтобы непрозрачность тоже от нажима пера зависела. И значит, просто пока делаю вот такой вот набросок. Пусть будет такой. То есть дерево, оно, в принципе, по сути, как бы, если стилизованно рисовать, то это будет вот такой вот треугольник. Слишком кривой. Вот, то есть, такой вот треугольник получается. Вот, но в идеале оно, как бы, сужается уже где-то вот здесь. То есть сужается в основании, и потом уже идет, как бы, сам ствол. Вот, но опять же, есть множество исключений разных видов деревьев. Вот, поэтому, нарисовав одно дерево, не думайте, что сможете нарисовать и все. Это, кстати, надо попробовать. Вот, так как много реально интересных деревьев есть, которые можно нарисовать. Вот, ну, в принципе, просто вот такой вот прямой ствол. А, значит, так же, если делать его просто таким прямым, как бы на весь экран, вот оно все равно где-нибудь в конце, как бы оно вот так вот не будет сужаться, как я показал в начале. То есть оно вот сузилось, и от него уже пошли ветки. То есть, и здесь в идеале, как бы, получается тоже вот такой треугольник расширения. Вот, ну, правда, в идеале здесь получается, как бы, такой вот круг. Вот, ну, вот и как бы уже что-то похожее на дерево. Потом уже там всякие веточки дорисовываются при необходимости. Вот, в принципе, можно сразу сделать такое вот, как бы, раздвоение ствола. И так же вот этот ствол, он так же при раздвоении будет сужаться в конце. То есть, по сути, это раз треугольник. Из этого треугольника так же два треугольника. Потом из этого треугольника так же треугольник. То есть по пропорциям оно выходит вот примерно вот так, если стилизованно рисовать, конечно. Вот, в принципе, сойдет, чтобы сильно тоже не затягивать видео. Вот, ну и для примера давайте такое вот дерево потолще возьмем, как вот здесь. И уже с корнями. Значит, тоже ориентируемся на треугольник. И треугольник, он как бы вот так вот плавно уходит в корни. У меня вот, кстати, корни далеко не сразу получилось рисовать. Они получались какими-то ненастоящими. Вот, но здесь реально лучше смотрите на фотографии реальных деревьев, в которых видны и корни. Вот так как это реально далеко не всегда просто нарисовать. Здесь тоже сделаю по длине. И здесь он просто так извивается. Хотя в идеале лучше все-таки вот этот вот корень его сделать самым длинным. Вот, но чтобы-то опять же не затягивать видео, просто сделаю из него пенюк. Вот, в принципе, основа есть. С этим уже можно работать. А теперь, если не получается рисовать вот такими вот как бы, ну, линиями, именно как Caracul, Sketch, можно воспользоваться силуэтом. То есть берем линию, кисть потолще, выставляем динамику формы, передачу можно отключить. И уже рисуем практически то же самое, только в виде силуэта. Тогда же получается гораздо более интересный вариант. В принципе, корни вообще не обязательно рисовать, так как они могут быть глубоко под землей, ну, не то чтобы прямо глубоко, но они могут быть реально прикрыты травой там или землей, или и тем и тем. Вот, ну, просто как-то с кольнями они смотрятся визуально более интересно. Ну вот. Теперь, в принципе, делаем то же самое, как бы, рисуем силуэт, но уже цветом. Возьму обычную круглую кисть. И что касается цвета, это обычно между рыжим и красным, то есть где-то вот такой коричневый цвет получается. Вот, в принципе, этот вполне подойдет. Сейчас просто я его как бы закрашиваю однотонно, то есть одним цветом, без всяких там текстур, переливов и так далее. Это все будет делаться позже. И, кстати, заметьте, что слой с краской находится под слоем с наброском. Ну и так же можно здесь подрисовать немного корня или хотя бы наметнуть, что они здесь есть. Корни, кстати, тоже очень сильно могут отличаться в зависимости от конкретного дерева. Вот, поэтому это тоже лучше смотреть по фотографиям, чтобы не ошибиться. Потому что и у многих деревьев корни реально довольно индивидуальные. Так, ну пока я остальное все спрячу. Сейчас этот опенек еще закрашу. Я пенька сразу подберу такой цвет голой древесины, то есть он же тут срубленный. И этот цвет, как правило, он более такой светлый. Ну и скетча, конечно, смотрится пока страшновато. Вот поэтому пока я это спрячу. Вот, отлично. Основа уже есть. Цвета есть. Теперь просто это нужно проработать и уточнить. тоже прям слишком чистым делать не надо. чтобы не было такой вот грязи, чтобы вы сами просто понимали где какая ветка, какой она толщины. Вот. И, кстати, главный момент, когда рисуете ветки, не нужно их делать строго вот такими вот прямыми, как палки. Да даже палка, если она прямая, она имеет всякие вот эти вот там жилки, сучки обрубленные или почки и так далее. Вот. И имеет все равно хоть какой-то небольшой, но и сгиб. Поэтому и здесь тоже, как видите, ствол, он не просто такой прямой, и он так здесь извивается. Кос, чем выше, в общем, дерево, тем я делаю его уже. Так как визуально это смотрится интересно и как-то реалистичнее. так, отлично. Теперь нужно наложить светотень. А для этого я создаю новый слой, точнее, я даже добавлю это в группу и в группу сделаю маску по контру вот этого дерева. Для этого я удерживаю control, нажимаю на дерево и у меня появляется вот такая вот обводка. Нажимаю кнопку маски и теперь любой слой в этой группе он будет считаться как бы с наличием вот этой маски. то есть, это очень удобно, чтобы не делать по 100 таких разных масок, точнее, одинаковых. Вот, теперь я беру мягкую кисть, беру более темный такой цвет и мягкой кистью как бы такой плавный градиент делаю. Как бы здесь он более темный, потому что здесь меньше света на него попадает, но и так же он и наверху такой, то есть, наверху он не будет намного светлее, если это не голое дерево. То есть, у этого дерева будет в последующем листва, да, в этом уже в другом видео. Поэтому, соответственно, они будут в тени и поэтому, как бы, весь цвет потемнее. Посветлее можно сделать где-то вот здесь. Как бы, это самая светлая часть получается. Вроде не так много сделали, а дерево уже смотрится намного лучше. А следующий шаг. Отключаю то, что мы сейчас сделали. Это можно было сделать вторым шагом, но я чем-то сделал первым. Не знаю, что-то так кратнуло маленько. Значит, беру уже текстурную кисть, свод, сейчас покажу, с вот таким вот отпечатком и, как вы видите, такая текстурка получается при рисовании. можно, в принципе, работать и обычной круглой кистью, если у вас нету текстурной. Вот, у меня кисти от CGCookie, вот, как бы, там с какого-то видеокурса я эти кисти себе прибрал. И, в принципе, только ими сейчас и рисую. Вот, так что, если хотите, поищите, но я говорю, можно как бы и без них обойтись. И начинаю делать цветотень. Значит, в игре у меня источник света, он где-то вот, так, не здесь рисую, ну, где-то, в общем, с этой стороны. То есть, он там где-то далеко. Вот, и поэтому светлая сторона у нас получается вот эта вот. А вот эта сторона, которая на солнце не попадает, она как бы получается темной. если это вот так грубо показать. Значит, мы, точнее, сейчас я беру цвет потемнее. Прямо не слишком темный, но заметно темнее. Вот, достаточно. вот так сделаю. Все, теперь я просто прорисовываю как бы вот такой вот объем. Делаю здесь тень. Сейчас ствол довольно тонкий получился, поэтому здесь это будет немножко сложнее. вот так же внизу здесь еще вот так вот как бы корни покажу. Тень на корнях. так и теперь более светлый цвет. Опять же, не слишком светлый, но заметно. Чтобы было заметно, что он светлее. И уже более тонкий кистью как бы такие вот джилки прорисовываю. с этой стороны здесь света тоже немного. скорее такой rim light. То есть по сути это вообще рефлекс идет. вот так как свет на него тоже попадает, то здесь как бы тоже слегка прорисовываю. Вот в принципе не важно что сейчас это выглядит все так неаккуратно. Это пока еще все таки скетч. Вот а теперь уже я перемещаю этот слой вот слой с нашим градиентом включаю его можно ради интереса включить перекрытие либо мягкий свет вот но пока что-то не очень линейный осветлитель здесь тоже не в тему в общем перекрытие пока самое то слишком насыщено ну вот допустим так вот теперь уже можно брать цвета прямо отсюда и их слегка видоизменяя то есть делая их при необходимости темнее или светлее уже прорисовывать сам рельеф так маску в принципе можно уже отключить точнее вообще удалить а вот но чтобы такого косяка не было я просто это все солью вот и как бы маска она применится и при этом удалиться в принципе все что мне было нужно такие тоже маленькие кусочки корней здесь прорисую я вообще не уверен что как бы так бывает но смотрится это намного лучше чем без них поэтому я как бы так и делаю теперь уже более светлым цветом прорабатываю объем вот уже что-то похожее становится так опять же свет поярче понасыщеннее можно взять мягкую кисть и также помазки как бы осветлить некоторые части вот и теперь еще более светлым цветом и тонкой кистью уже я прорисовываю вот эти вот всякие там жилки вот эту саму кору я кажется взял слишком яркий цвет для этого да вот такой он не сойдет сход тоже сейчас как бы никакой такой сильной аккуратности метро вот это все равно еще будет ольга перерисована несколько раз за счет разных слоев наложения там и прочей такой мелочи вот но тем не менее так слой за слоем получается красивая текстура как например вот на вот этих у деревьев то есть они выглядят достаточно симпатично за счет такой проработанный коры а особо нечего, просто как бы идёт такой рендер амбушинальный. Так, вот, в принципе, светлым цветом мы здесь прорисовали всё, что нам было нужно. Так, к этому вообще потом вернёмся. Парочка штрихов, и теперь берём уже более тёмный цвет. Вот примерно такой. И тоже мелкими такими штрихами уже прорисовываем кору в негативе, то есть её глубокую часть, которая находится в тени. Сейчас, как бы, нарисовав одно такое дерево, из него уже можно будет сделать сразу несколько, причём довольно быстро. И даже не только используя марионеточную деформацию, но и просто тот же самый оверпейнт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, посмотрим, что нам это дало. Вот, как бы, тёмная сторона дерева уже прорисована получше. Снова возвращаемся к светлому цвету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И также прорисовываем уже им. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА такие вот здесь получаются пучки это один из таких вариантов рисования дерева то есть получается вот один пучок далее вот такой вот как бы это один из видов коры вот его рисовать на мой взгляд проще всего поэтому как бы я показываю сейчас его 2 2 2 4 5 5 5 6 6 Продолжение следует... 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 Так, что ж, можно теперь снова... Накладывать слои... В разных режимах наложения... То есть через умножение, через перекрытие и так далее... сейчас только слегка закончу с вот этими ветками сделаю просто более законченными кстати при рисовании веток стоит учитывать что они растут не только в левый право но еще как бы и на нас и от нас то есть ту сторону как бы при рисовании даже платформера а деревья для платформера стоит учитывать что ветки можно рисовать и в ту сторону как первых вот это вот ветка обрубленная правда хотя она наоборот как бы в эту сторону ведет вот либо вот это вот обрубленная она идет как раз ту сторону можно даже здесь немножко это пометить вот то есть как видите рисовать деревья в принципе ты несложно по крайней мере таком вот стиле не самым реалистичным что касается таких тонких веток то просто . и как такие пенка видны штрихи они кажется называются то есть зажимем и постепенно как бы ослабляем нажим вот там в итоге вот так и получается да как бы сейчас это сильно прорисовывать не буду там и там там так ладно задержался что-то на этих ветках надо прям быстренько так пометить и в принципе все равно толком то не будет видно так как это вот ствол под листвой вот и как бы особо здесь детализировать ничего не надо так и снова за режиму наложения давайте сначала линейный осветлитель возьму такой вот бежевый цвет мягкой кисть маску группа маска вот так вот отлично а тут слегка и осветляю это немного не тот цвет на мой взгляд более насыщенный подошел получше так же мягкой кистью плавно это убрать и теперь слой с умножением либо с перекрытием а беру такой темный цвет тоже мягкой кистью вот так вот прерывистыми штрихами провожу теперь это можно сделать уже отдельно на корнях вот что нам это дало то есть мы получили такое как бы освещение но и это еще не все создаю поверх всего этого слой со светлым цветом и теперь тонкой кистью а я буду прорисовывать даже еще светлее взять вот и вот здесь на минус такого подхода является как бы каждое дерево под разное окружение не подойдет то есть вот это дерево но как видите в этой обстановке может смотреться еще и нормально а если я сделаю например более такую темную обстановку и например ночного да то есть само дерево тоже придется менять под разные условия то есть даже если просто сменю источник света то единственное что может наверно помочь а это на отражение вертикали и так далее вот но я думаю вы поняли как бы мою мысль так и теперь просто таким практически самым светлым цветом пожалуй для этого дерева уже прорисовываю жилки а потом следующим шагом будет точно такое же действие только уже с темным цветом и в принципе на этом с деревом можно закончить просто сейчас как я его делаю больше для переднего плана то есть вот эти они еще на средний план пойдут почти на задний вот это же все-таки пойдет на передний план поэтому здесь как бы я и кору побольше детализирую так чтобы выйти за маску лучше пока создам новый слой ну вот такой как бы светлая обводка можно сказать но это за счет того что здесь яркий источник света светит то же самое можно проделать с корнями вот здесь как бы такой же яркий свет делать не надо это будет немного неправильно как видите он тоже придал такого реализма и более-менее вписывает а дерево в эту обстановку заодно и детализация как бы получилось небольшая ну все теперь можно и так принципе сливать в один слой то есть то что у нас было несколько минут назад и теперь это в принципе уже полноценное дерево как вот это но здесь как видите она более таких зеленых оттенков вы ну просто так надо вот все я сливаю его в один слой не получаю такое цельное дерево все продублирую отлично а теперь самое интересное ради чего в принципе было это видео я просто беру это дерево вот так вот и нажимаю редактирование марионеточная деформация а если у вас английская версия photoshop а то просто запомните вторая менюшка и вторая по счету после вот этой вот штуки то есть у которой альшивка отрубцы а теперь как с этим вообще работать мы при нажатии в определенную точку ставим как бы кнопку которого данный курсоре мы как бы его закрепляем и вокруг этой кнопки я могу теперь вращать этот остальной кусок дерева то есть сейчас например нажму сюда и чё-то ничего не произошло а вот то что просто тупит вот и теперь я могу как бы вокруг этой точке ее вращать вот так же могу растягивать а кстати довольно интересно скорость вариант вот но в чё самое интересное таких точек может быть сколько угодно и например я могу сделать вот так могу изогнуть это дерево так вот полукругом просто добавляют вот эти точки в разные места нажимаем применить и получаем как бы практически другое дерево вот то есть как вы понимаете таким образом можно сделать еще много таких вариантов как минимум 5 давайте тоже продублирую кстати стоит учитывать что при подобной деформации пиксели могут также искажаться вот то есть могут появляться различные артефакты которые следует закрывать уже вручную с помощью кисти давайте вот эту ветку сделаем наклонный но для этого нужно также поставить здесь но как бы закрепить его здесь тоже вот можно также закрепить и здесь чтобы он не двигался вот то есть как видите можно практически в любом направлении изменять сделала так вот длинный корень здесь как видите здесь уже дает а пиксели растягиваются но это ничего страшного так как все равно я щас и буду подрисовывать могу утолщить здесь ствол водку думаю сойдет вот но вообще подобную операцию по утолщению ее лучше все же делать через обычную деформацию так стираем лишнее и так же просто теперь я редактируем стараемся вот это было как бы убрать а для этого просто поверх размытых пикселей рисую такие тонкие более четкие так слишком темный цвет взял так слишком темный цвет взял так слишком темный цвет взял ничего такого сверхъестественного но как видите экономит очень сильно время вот и если также добавлять штрихи от руки вот там можно делать не похожие друг на друга деревья как бы если они будут стоять вместе то естественно это будет заметно что они очень сильно похожи если они будут стоять подальше друг от друга то это в принципе заметно не будет вот так же еще можно сделать такую штуку давайте я пока это спрячу так вот о том чтобы ствол дерева утолщить а можно конечно утолщить все дерево сразу вот таким образом вот но здесь правда а ветки в общем сами ветки их просто нужно будет вот так вот вытянуть вот сейчас как бы размер холста не позволяет этим тогда побольше сделаю вот так и просто эти ветки удлиняю делаю их более пропорциональными вот а также подобную штуку можно сделать в определенном участке для этого мы собственно этот участок выделяем выбираем информация трансформация деформация и уже здесь двигая вот эту сетку мы уже редактируем как бы толщину мы можем конечно много чего тут редактировать вот но это как бы тростепенно и осталось только кистью подрисовать исправить вот эти вот косяки и в принципе когда вы будете их вот так вот прорисовывать как бы исправлять вот такой момент собственно и получается новое такое дерево вот здесь конечно само собой ветки сделаны неправильно как бы учитывать пропорции вот здесь конечно само собой ветки сделаны неправильно вот поэтому я сейчас просто это удалю и пусть будет вот такое у нас дерево как бы вот так собственно на этом я думаю все как бы смысла продолжать уже нет так как я принципе все рассказал все показал по крайней мере что собирался а вот и если вам видео понравилось естественно ставим лайки не забываем как бы это очень сильно мотивирует вот но не забывайте подписываться если вы еще не подписаны и конечно же напишите в комментариях интересен ли вам подобный подход то есть точнее интересна подобная тема прошлое видео насколько вы помните было по рисованию концепт-арта а здесь же видео конкретно по рисованию арта для самой игры вот то есть если вам интересная данная тема то я в принципе могу и также продолжать вот рисовать и что там остальные задние фоны камни траву там и так далее вот поэтому если вам интересно обязательно пишите об этом в комментариях вот и как бы ждите новые видео на подобные темы вот ну и на этом все до следующих видео вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА